Что такое Polish? Это последние 10%. Вы добавляете детали в структуру, которое уже построено и которое уже работает. Вы помогаете сделать более сильный актинг. Вы помогаете физическому движению стать более правдоподобным для зрителя. На этом этапе я смотрю на свой шот и как бы делю его на части, потому что шот такой длинный и мне сложно максимально сконцентрироваться на нем тику, особенно когда вы делаете Polish, потому что Polish это особенное внимание в деталях. Если у вас действительно большой шот, как например вот этот у меня 250 фреймов, вы можете либо разбить его по фреймам и, например, сфокусироваться сначала на первых 50 фреймах, потом на следующих 50 фреймах, так до конца шота, или вы можете разбить его по фразам и сфокусироваться на фразовых кусках. Например, вот здесь. Первая часть – это вопрос «What's going on?», что происходит, после которого он просто наблюдает за персонажем. Итак, мы сфокусируемся на части с вопросом «What's going on?». Это около 30 фреймов. Вторая часть – это где персонаж смотрит на собеседника, и это следующие 30 фреймов, с которыми мы будем работать. И третья часть со словом «Confession», где персонаж показывает эту реакцию. Это еще 30 фреймов. Если вы разбиваете шот таким образом, то с ним гораздо легче работать. В этой первой части мы посмотрим на руки персонажа, когда происходит его реакция на слово «Confession». Кое-что в этой части мне бросилось в глаза. Посмотрите, здесь руки переходят из позы А в позу Б, а потом они останавливаются. Эти руки показались не слишком непроработанными и не очень органичными. И еще мне показалось, что они никак не взаимодействуют со столом. Я говорил раньше, что ваш персонаж должен взаимодействовать с окружающими его предметами. Итак, с 57 по 60 фрейм персонаж тянет руки по столу. Я опущу указательный палец вниз, а его кончик немножечко подниму наверх. Таким образом вы можете чувствовать сопротивление, когда кончик пальца трется об стол. И, например, у меня тянется указательный палец, и за ним должен тянуться и большой палец. Поэтому я опять опускаю большой палец и немного приподнимаю его кончик. А затем большой палец прячется под вторую руку. И поэтому здесь меня уже не так волнует его поза. Однако, надо обязательно показать реакцию большого пальца левой руки на то, что под ним оказался палец правой руки. Итак, руки соединяются вместе, и получается пересечение двух рук. Я буду работать над рукой, которая справа на экране. Это фрейм с 60 по 65, потому что для меня это как бы финальная часть соединения рук. Я думаю, что здесь руки чрезмерно расслаблены. Итак, между фреймами с 60 по 69, где происходит пик соединения рук, а потом их расслабление, я выберу один из промежуточных фреймов, скопирую его и вставлю после 69 фрейма, чтобы сделать его моей новой финальной позой расслабления. Мне нравится здесь фрейм 67. Я ставлю туда ключ и копирую его во фрейм 69. Теперь руки будут выглядеть менее расслабленными. Убедимся, что тангенсы выставлены в функцию flat в граф-эдитере. Я скопирую это в 71 фрейм и выставлю тангенсы в функцию flat. Таким образом, у меня будет два фрейма, когда руки остаются без движения, прежде чем переходить к следующей части, когда руки раскрываются на фразе how. Итак, вы видите, что даже в пределах этих 20 фреймов требуется много полишинга. А это всего лишь движение рук вперед и назад. И мне пришлось как бы представить и показать, что пальцы трутся об стол, когда руки двигаются вперед и назад, и когда руки соединяются. Я должен показать их взаимодействие друг с другом. Здесь получается очень много слоев и деталей. И все это для того, чтобы показать физическое соприкосновение пальцев со столом, чтобы показать, что стол – это тоже реальная вещь, а не просто 3D-объект без каких-либо физических свойств. Нужно продать это зрителю и заставить его поверить в это. А это делается именно путем вот такого мелкого оттачивания деталей. И то, что мы сейчас с вами сделали, это всего лишь первый шаг. Следующий шаг – это работа с каждым пальцем, чтобы показать, как он взаимодействует со столом и с другими пальцами. Я не смогу сейчас в рамках этого видео сделать больше всех этих деталей, потому что это займет очень много времени. Но я надеюсь, вы смогли увидеть, сколько работы происходит при полише и какие техники можно использовать. После полировки этой части в мае у меня есть сравнение двух частей – до и после. Еще раз тянем пальцы по столу, показываем реакцию на соприкосновение двух рук. Указательный палец и большой тянутся. Вот здесь мы видим момент переключения, когда этот палец уже не тянется по столу, а переходит в более естественное положение. И как палец этой руки толкает указательный палец руки справа на экране, а большой палец одной руки толкает большой палец другой руки. И еще здесь посмотрите на наручники. Мы видим, как наручник здесь немного двигается и тянется в другую сторону. А также обратите внимание на локти. Они у него на столе. Мне бы очень хотелось, чтобы они смотрелись твердыми здесь в самом начале, а затем мы их медленно поднимаем. Тенденция такова, что локти очень часто подскакивают, особенно у таких ригов. Поэтому следите за локтями, чтобы там были из-инс и из-аутс, то есть замедление и ускорение. Чуть позже в этом шуте будет момент, где я бы показал, что локти трясутся, чтобы передать некое напряжение персонажа. Но вообще, в общем, я заметил, что локти – это такая большая часть, про которую часто аниматоры забывают. И здесь, во второй части, мы видим, что его локти опираются на стол, поэтому важно здесь их показать залочными и твердыми. Итак, мы поговорили про физический полиш. Руки взаимодействуют со столом и друг с другом. Локти взаимодействуют со столом. Наручники взаимодействуют со столом. Наручники взаимодействуют с руками. В общем, все предметы взаимодействуют между собой. И очень важно уделять этому внимание. Спасибо за ваше время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!